Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, ребята! И сегодня я вам покажу, как можно проявить данный рисунок. Эта структура я вам показывал на образце, как ее нанести и это тоже так же я делал просьбу подписчиков. И сейчас подписчики задают такой вопрос, как можно проявить рисунок. И хочу вам в этом видео показать. Проявлять я рисунок буду с помощью посадного лака. У меня обычный глянцевый лак, акриловый, на водной основе. Расход этого лака где-то в среднем 1 литра хватает на 10 квадратов. Нам понадобится краситель. Я буду использовать обычный, карракотовый у меня. Вы же можете на свой вкус использовать, какой вам больше понравится. Но нам надо лак в первую очередь заколировать. Мне много не нужно. Для этого глянца так же я буду колеровать совсем чуть-чуть. Я наберу раскатку и в раскатке я буду колеровать. В данный момент я добавляю его. Я добавляю только для того, чтобы проявить рисунок. Все, мне больше никакой необходимости в этом нет. Вы же можете на свое усмотрение добавлять. Обычно, когда большие объемы, я использую вот такие вот шприцы на 20 кубов, на 5 кубов. И уже определяю пропорцию по кубическим. По кубикам уже сколько надо кубиков примерно. На тоже эту пропорцию тоже. Определяю по кубикам сколько нужно. Сейчас я возьму все валиком раскатаю. Чтобы более-менее однородная масса была. Вот такой у нас получился цвет. Это вроде бы такое, да, ничего. Как бы интересно мне. Я думаю, что можно даже чуть-чуть добавить. Это я просто показываю на примере, как можно заколеровать. Наносить мы будем, я буду наносить это на своем образце. И наносим вот так, ребята. Раскатываем. Стараемся раскатывать его более равномерно. И такая картинка у нас получается. И так, еще раз прокатали его. И я в своем случае возьму вот такая красота у нас получает. Вот такая красота у нас получает. Вот такая вот красота. Вот так появляется наш рисунок. Вернулись. Посмотрели. Вернулись. Посмотрели. Ребята. Все вот эти магниты. Где-то. Сейчас надо подосечь. Видите? Вернем вверх, еще раз. Вернем вверх. Ну, что там? Ух. Вернем вверх. 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 чуть-чуть губочку взяли где-то если что-то лишнее есть вот таким вот простым способом мы с вами проявили наш рисунок данной фактуры данная фактура если кому-то интересно ребята у меня есть видеоролик переходите ссылочка будет в описании как эта фактура наносится с каких материалов какие все этапы и какой инструмент для этого необходим это нанесение очень получается по деньгам недорого я себя у себя использовал его на фасаде красил я его именно краской бежевый цвет я себе такой легкий бежевый цвет у меня немножко просто по интерьеру дома как бы я хотел вот именно что дом был светлый все такие элементы как крыша элементы забора и так далее они темный получается дом светлый дом смотрелся на темном фоне не очень нравится вы же можете допустим все цвета которые вам больше подушевут я просто использовал простой краситель задача была в том чтобы показать как можно проявить рисунок рисунок я проявлял лаком фасадным 105 прозрачным колеровал его уже колером вы же подберете себе колер который вам нравится который больше подходит по вашему интерьеру и предварительно заколеровав уже лак наносите и уже снимаете лишь единственное ребята такой момент вот когда вы будете колеровать данное декор пример уже у себя то имейте ввиду что погода должна быть немножко такая влажноватая влажность должна быть почему потому старайтесь подобрать потому что с лаком надо работать очень быстро жаркую погоду ребята может стыкануть если это будет фасад то может может стыкануть будет стык вы где-то допустим начнете сверху ходить на низ нанесете первый слой берете его на сгирт пока вы вернетесь на низ вам потом надо будет подойти обратно к этому же слою вы чуть-чуть доведен наклест и у вас уже получится пятно так что помните об этом но всегда под рукой должна быть губка и ведро с водой желательно чтобы вода периодически была менялась но если вы будете какой-то большой участок колеровать конечно одному это сделать не под силу минимум надо человека 23 в зависимости какая площадь если это лестничный марку то там есть и четыре человека нужно будет вытянуть сверху на низ но это так вкратце это комиссии так что набор инструмента нам для этого понадобился минимальный это валик кисточка нам нужно будет я не использовал ее кисточку вам нужно чтобы подойти какие-то места такие уголь внутри не чтобы эти там немножко это все забить и вот такая вот что клетка для разглаживания приклейки обоев губка и в принципе раскатка валик то есть вот такое двух словах я попытался ответить на вопрос своих подписчиков если вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал жмите колокольчик чтобы не пропустить следующие видео до новых встреч всем доброго здоровья пока пока